С 22 июля на Первом канале начался показ 12-серийной остросюжетной мелодрамы «Двое против смерти» о любви двух молодых людей со смертельными диагнозами. Лера и Вик знакомятся, когда обоим остается жить считанные месяцы. У молодых людей тяжелые диагнозы. Для нее единственная надежда и спасение может стать дорогостоящая операция на мозге. А для него пересадка сердца. Осложняет ситуацию то, что идеальный донор для Вика – это Лера. Но герои живут настоящим моментом. Их не волнуют ни физические трудности, ни то, что против их романа выступают даже самые близкие люди. Исполнительница главной роли Мария Полей считает, что «Двое против смерти» ничто иное, как история современных Ромео и Джульетты. Сюжет фильма захватывающий. События развиваются очень драматично, ярко, почти детективно. Такая история любви и предательства, преступления и наказания, милости и проклятия судьбы не может не быть интересна. Главные герои в этой современной истории Ромео и Джульетты сыграли молодые актеры Мария Полей и Алекс Комаровский. Марию зрители Первого канала помнят по сериалу «Увольная грамота». А Алекс – новичок в российском кино. Для Марии Полей Лера первая главная роль. Ее героиня – примерная школьница, серая мышь, которая внезапно узнает о смертельном диагнозе и также внезапно встречает свою первую любовь. По словам Марии, Лера в начале фильма – нормальная девочка, ботан, сосредоточенная на учебе, потому и мальчишки на нее не смотрят. Как говорит главная героиня, мне нравится Лера тем, что она изначально сильная личность, но общение с Виком сделал ее женственной и нежной. И, конечно же, ей сразу захотелось жить. Обреченность болезни – ужас, который каждый день рядом. Но любовь – это сила. Алекс Комаровский – это польский актер, для которого Вик первая роль в российском кино. Тем не менее, он успешно осваивает мировой кинорынок и уже успел сняться в нескольких американских проектах. Его Вик попадает в больницу в 21 год с инфарктом, а обеспеченные родители готовы пойти на все, лишь бы сохранить сыну жизнь. Главная героиня Мария очень тепло отзывается о команде, с которой она работала. Она говорит, они мне как родные, работать с ними было замечательно, я многому научилась у каждого из них. Помню, когда Владимир пригласил меня на свой спектакль, и в конце, когда я подарила ему цветы, одна зрительница сказала мне, что у меня очень талантливый папа. Это было смешно и трогательно. Сложный образ мамы, которую играла Елена Мартыненко, никак не давал мне перейти с ней в жизни на «ты». хотя она очень доброжелательно много раз просила об этом. Это получилось легко лишь после сцены, где мы накричали друг на друга. Елена интересная, разнообразная актриса, и я с удовольствием смотрела на нее в театре, в комедийной роли, совершенно противоположной роли мамы. Основными съемочными локациями были Санкт-Петербург и Севастополь. В северной столице снимали больницу, где встретились главные герои, школу, где училась Лера, квартиру ее родителей. Кроме того, на экране появятся кадры с фестиваля выпускников «Алые паруса», которые традиционно проходят в Петербурге в июне. Алекс Комаровский на момент съемок практически не говорил по-русски, но, по словам его партнеров, это не вызывало проблем в работе. По словам главной героини Марии, Алекс молотил на смеси польского, английского и русского, но это было неважно. На уровне эмоций с ним было легко. Прекрасный партнер, к тому же обаятельный и позитивный. Мне кажется, половина съемочной группы была в него влюблена, но иногда наступал ступор или душил смех. От его слова смешательство. Если говорить о самой Марии, при подготовке к роли смертельно больной девушки она общалась с пациентами и работниками хосписов, занималась с детьми, консультировалась с врачами и другими специалистами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok